приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и в сегодняшнем видео очередная сногсшибательная идея делаем поделки можно сказать из мусора получаются вот такие красивые корзины я сейчас буду делать эти корзины разных размеров потому что мы с лёшиком решили сделать своими руками стеллаж в котором будут стоять эти красивые корзины и хранится конечно же пряжа да и не только пряжа можно сделать эти корзины разных размеров высоты и глубины в общем буду это делать и со временем покажу какой стеллаж будет стоять вот там сейчас вот я показываю там стоит лампа блогера вот в этом месте планирую с лёшиком сделать стеллаж конечно же своими руками ну а пока до стеллажа еще далеко делаю корзинки к нему и вот очередная эта проба пера решила попробовать как у меня получится но думаю что получается очень замечательно как вы думаете из чего это коробочка трудно догадаться но это обычная пергаментная бумага сама коробка из-под бра которую мы покупали для спальни вот чехол я пошила из старого пододеяльника который уже не подходит ни на одну не под одно одеяло даже не знаю сколько лет этому пододеяльнику в общем я его честно говоря забирала со старой московской квартиры сюда но чтобы застилать ну допустим когда штукатуришь стены нужно что-то закрыть ну как тряпку скажем так ну вот до тряпки не дошло а дошло до чехла для вот этой замечательной коробочки и так пергаментная бумага вчера мы с дочерью были в магазине светофор и я там купила вот эту пергаментную бумагу вот видите бумага для выпечки здесь 30 метров и стоит все это чудо 34 с чем-то ну давайте округлим до 35 рублей что я делаю коробка еще не готова и я вам конечно же покажу как начинался процесс с чего начиналось а начиналось все вот вы видите там вот видно всякие наклейки которые были на этой коробке какие-то надписи вот просвечиваются даже сквозь эту бумагу в общем для начала нам нужно обклеить эту бумагу эту коробку вот этой бумагой чтобы если получится вот здесь вот такие вот просветы чтобы это красиво смотрелось чтобы не видны были не не виден был фон этой коробки она на самом деле вся была белая белая вот так что изначально я обклеила дабы сэкономить не клей на титан я просто обклеила коробку клеем pva бумага это очень тоненькая сейчас покажу вам что она из себя представляет это вот такая тоненькая тоненькая бумага я думаю все пользовались ею бумага для выпечки и она очень легко приклеивается клеем pva конечно можно титаном но зачем сюда такой мощный клей если можно сэкономить его все-таки дешевле я приклеила изначально pva что я делала потом потом я вот так вот сматывала бумагу до того момента пока это все могут можно порезать ножницами сколько там осталось да наверно в принципе нужно уже все измотать и попробовать порезать ножницами заканчивается да кстати пока я мотаю друзья информация значит эта бумага в магазине светофор стоит 35 рублей 30 метров в магазине фикс прайс подобное стоит 55 рублей 6 метров называется почувствуйте разницу что там много еще раз домотаю чтобы время не занимать ваши за кадром смотаю потом покажу что я делаю дальше итак друзья ну вот смотала я наверное много даже не знаю сейчас возьмут ли у меня это все ножницы я режу это приблизительно естественно не берут значит нужно размотать сейчас отмотаю немножечко меньше и попробуем отрезать ну вот вроде то дело пошло просто вот так вот отрезаем то что вы намотали и теперь это отложу вот так вот разматываем здесь был лист и разрезаем это все на три части не дорезая до конца утра вот два и вот наши ленточки готовы для того чтобы мы из них плели косу сначала я примена применала их а потом решила что не нужно этого делать чем пышнее будет коса ваша тем меньше понадобится вам материала для того чтобы обклеить вашу коробку корзину можно обклеивать таким образом не только коробки можно сделать корзину еще у меня есть мысли по поводу того что можно просто ровненько сложить не вот так вот как мы мнем вами с вами и вяжем ой вяжем господи все уже плетем косу да а можно просто ровненько вот так вот сложить эту бумагу в несколько слоев и использовать ее для плетения можно сделать из нее также трубочки кто занимается плетением из бумажных трубочек я знаю что такие есть тоже хочу этим заняться но мне не хватает терпения сделать эту трубочку их же надо там несметное количество но вещи получаются конечно же красивые и вот так вот все это дело плетем я думаю что понятно потом я это проглаживаю вот эти косички уже готовые я проглаживаю утюгом обычным утюгом без пара вот она проглажена эта косичка видите да и потом просто вот здесь намазываю делаю такую бороздочку клея сейчас извините и так дальше друзья все просто здесь я делаю такую бороздочку клея и потом вот так вот сюда приклеиваю эту косичку естественно здесь отрезается если у вас остается там кусочек и он не хватает его на полную сторону вашей коробки ничего страшного из кусочков тоже замечательно то есть выкладываем этот кусочек сюда отмей отмеряем еще кусочек и из двух кусочков клеем вот эти косички вот в принципе и все вот такая коробочка я здесь обклеила тоже бумагой этой же пергаментной для выпекания но потом поняла что это все можно было не делать я пошила вот такой чехол чехол это обычно обычная наволочка вот такая здесь всего два шва и вот ну так это как это назвать вот это подвернула чтобы не сыпалась ткань и все вот она в круг сомкнула и внизу тоже зашила внизу это все вот так вот потом выкладывается она как-то само собой там выкладывается углом и все вот такая такой вот чехольчик можно конечно это дело сделать еще ну какое-то кружево добавить ну там я уже понимаю вы сами поймете как там уложить там просто мне сейчас неудобно в камеру показывать вот так вот уголками все подгибается вниз и там аккуратно получается или я потом вниз просто положу квадратик вырезанный из картона вот так вот чтобы он притянул вот это ну вот эти все стены сейчас покажу что я имею ввиду вот такой вот квадрат я сейчас его до конца класть туда не буду его тоже можно обшить тканью и положить на низ вот так вот он тогда притянет вот этот весь чехол будет сидеть ну так скажем плотненько вот такая идейка для вас можно сказать из ничего на эту вот коробочку у меня уйдет даже не больше вот этого рулончика то есть это получается что у меня 35 рублей себестоимость на эту красивую коробочку ткань старую я думаю я здесь не буду учитывать в себестоимость потому что это уже давным давно куплено и можно сказать шло на выброс в принципе как и коробка что еще в магазине светофор друзья вот такие замечательные стульчики вчера купила очень хоть это и пластик но очень хороший пластик так скажем прочее и что не радует обратите внимание сейчас покажу на приближу и покажу что этот товар произведен в россии вот сделано в россии мебель бытовая почему-то в табурет вязан не знаю почему вязаный вот так что друзья не пропадем никакие санкции нам не страшны все мы можем сделать у себя дома в нашей замечательной не хочу говорить многострадальной это так родине вот так вот это выглядит хорошо стабилируются эти стульчики вот так вот один на один вот а то так подумала сейчас весна тепло на улице вывалим на улицу может быть возиться в огороде даже не на что сесть а если еще пофантазировать и придумать как закрыть вот эти вот дырки то это еще можно придумать как емкость для хранения такая я бы сказала внушительная емкость для хранения до табурет стоит 220 рублей по моему это вообще можно сказать по нынешним временам даром хочу еще приобрести хотя бы пару парочку таких стульчиков мы очень понравились есть еще серые цвета но мне понравился вот темно-коричневый практически черный цвет что еще вчера я приобрела в магазине светофор друзья приобрела вот такое одеяло лебяжий пух этикетку к сожалению выбросила но я приобретала эту вещь как ну такой матрас что ли тоненький матрасик на вот этот диванчик вот вчера застилала очень классно он ложится сюда это стёга на ничего не будешь не будет сбиваться и очень хорошая ткань приятная этого одеяла 780 по моему или семьсот семьдесят семь ну что-то до 800 рублей без скольких то там рублей так что вот так вот она хорошо оторочена классная вещь легенькая можно даже там лебяжий пух написано но очень-очень приятная и я конечно же довольно покупкой очень ну и что еще из новостей в 12 марта сходила я с манькой в больничку стерилизовала его все очень быстро прошло сейчас стоит эта операция у нас в чаплыгине 1300 рублей по осени было тысячи но конечно все подорожало везде все цены летят вверх и я думаю что подорожание на 300 рублей это конечно же не существенная так скажем нормально я знаю что в 2015 году в начале тоже феврале я стерилизовала кузьму и стоило это тогда в москве две с половиной тысячи рублей прошло уже восемь лет до практически восемь лет и меня порадовала конечно же цена что еще меня порадовала если в москве я отдавала животное там в 10 утра забирала в пять вечера то здесь все очень проходит быстро буквально пять минут в 11 мы приехали с монкой в клинику вот надя там доктор очень хорошая доктор и прививки мы у нее делали это на октябрьской 11 кто не знает кто живет чаплыгине очень хорошая клиника я вам ее как-то показывала там настолько все цивильно чисто культурно и удобно так вот операция 5 минут вам выносит животное она еще спит и через 20 минут просыпается выход из наркоза был очень легкий буквально через полчаса он уже ходил бегал какое-то время но потом видимо наркоз все-таки забирает силы и он опять завалился и спал целый день кушал в общем все нормально но был конечно немножечко взял и пусть и теперь наша не поймет почему к ней остыло внимание со стороны мухоньки вот немножко шипит заранее на него он подходит к ней она заранее начинает шипеть у него и мысли там нет ее укусить или как-то прижать вот поначалу понимала даже что же произошло с манька ничего не загноилась все чистенько все хорошо так что теперь моя душа спокойно животное спокойно в общем все замечательно и хорошо ну а теперь немножко о делах вязальных моя маечка туничка не знаю как назвать спинка уже готова здесь скошенное плечо здесь выреза не будет по спине никакого и вот начала я уже вязать перед очень красивые переходы в этой пряжи пряжа розгады от янарт спонсором был магазин yarn 21 это чистый хлопок в общем друзья вижу делаю корзины вот там вот сохнет у меня плиточка делаю плиточку надо выделать еще восемь мешков в дело чтобы она была в плитке они в гипсе вернее был в этот материал уже в плиточке они в гипсе потому что в сарай выносить нельзя оцелеет и все пропадет так что вот такие мои дела вот такие мои новости все будет хорошо я знаю проверяла я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока